Районный этап акции у славы огульной перемоги – ушанование лепших же хоров города. Добрыш сегодня означает 76-го давину вызволения от немецко-фашистских захопников. На урошистосях побывал наш корреспондент Максим Савин. Вызволение Добрышского района в 1943-м началось с полночем. Первый населенный пункт, который заняли бойцы 1-го Бранского фронта, вез к отчессу Рудня Демьяновского сельсовета. 10-го Кострышника вызволили Добрыш 12-го в весь район. У день 76-й годовины вызволения Добрыш далучился до патриотычной акции у славы огульной перемоги. Пачас митингу на мемориальном комплексе земля, собрана у 40 местах похавання, узмешанного огульную капсулу. Память воинов, які отдались жить за вызволение краины, ушановали хвилины и маучанья. Акция пройдя по всей краине, а завершить свое шестье у день святкования 75-ти годдя перемоги. Капсулу з усіх регионов зместять у крипту храма помніка у гонор усіх святых у столице. Будет там і земля з Добрышского краю. Это здорово, когда есть такие акції, когда ребята из местных школ узнают о местах захоронений еще раз, кто там захоронен, сколько воинов в этих братских захоронениях, почему именно на этом месте находятся захоронения, какие сражения проходили в этом месте, либо это госпиталь здесь находился. Наша капсула, капсула Добрышского района, где собрана земля со всех братских могил, за большая честь для наших жителей, будет размещена в крипте храма памяти всех святых в городе Минске. Почас войны на фронтах и у партизанской боротьбе загинули больше, як 10 тысяч мясцовых уродженцев. На території района у братских могилах похованы коля 2,5 тысяч советских воинов і мирных жихару. С кожным годом прозвища на Абялийсках становится больше, пошуковые работы не спыняются. Десятого костришника у день вызволения Добруша были перезахованы останки ящепятим червоноармейцам. Три человека красноармейцы были похоронены, подзахоронены в братской могиле деревни Демьянки, где они были эксгумированы, то есть в районе этой деревни. И один человек в братской могиле Лятцы и в городской Ажгоне. Завершился урочистый митинг показальным выступлением бойцов 103-й отдельной поветро-надесантной бригады. Протягнулися урочистости на центральной площади Добруша. Тут ушановывали лепших жихаров города в разных номинациях. У самый центр падей трапили романы «Катяры на кривые». День их веселья супау с городским святом. Яны отримали у знагорода, у номинации «Молодожены». Во-первых, мы были в шоке, если честно, когда нам позвонили, сказали, что день города так совпало. Ну, мы обрадовались с одной стороны, с другой стороны были какие-то переживания у нас. Мы счастливы, хорошо, спасибо райисполковому нашему, что нас поздравили. Добрушани нам года назвали боксера Владислава Смягликова. В 2019-м году спортсмен стал серебранным призером других европейских гульня в Минску. Прославляю наш маленький город, про него слышат, знают, это приятно. И то, что меня куда-то приглашают на какие-то события, это уже большой плюс для меня. Максим Савин, Василий Осипцов, телерадиокомпания «Гомель» с Добруша. Продолжение следует...